Мы продолжаем курс под названием «Управление жизненным циклом ERP и ERP-2 систем». И сегодня мы поговорим о фазе подготовки. Это начальная фаза в контексте проекта внедрения корпоративных информационных систем. В рамках главы номер 8 мы затронем такие вопросы, как описание фазы подготовки, мобилизация команды, хранение документов проектных и так далее. Дальше проработаем концепции, которые потребуются на последующих этапах, такие как концепцию управления проектом, анализа, технической подготовки системы и так далее. Также проработаем прочие документы, допустим, план по коммуникации, реестр рисков и проблем и другие. Начнем с того, что буквально дадим пару слов, что из себя представляет этап подготовки. В первую очередь, как уже было сказано, это начальный этап проекта внедрения корпоративных информационных систем или ERP-систем. Здесь фактически решается основная задача, что мы начинаем готовиться к полноценному внедрению, тем самым команда здесь должна быть подготовлена. Помимо прочего, мы должны четко сформулировать, как и что мы будем делать в дальнейшем. Поэтому вот эта фаза, фаза подготовки, она преимущественно посвящена такому управлению проектом. То есть основное действующее лицо здесь будет PM, то есть руководитель проекта. Как я уже сказал, основные задачи, которые здесь решаются, это мобилизация проектной команды, определение того, где что будет храниться с точки зрения документов, запросы доступа к различным системам и проработка последующих задач, которые будут звучать уже на этапах, которые будут следовать в дальнейшем. Теперь давайте более детально проговорим, что же здесь решается на фазе подготовки. В первую очередь, так как был заключен предварительно договор на внедрение, у нас есть на входе ресурсный план. На основе ресурсного плана и готовятся, и подбираются люди для проекта. То есть выполняется мобилизация проектной команды. То есть все проектные роли, которые изначально были записаны в ресурсном плане, значит, как сопроводительный документ к тендерному заданию, мы, собственно говоря, их мобилизуем, то есть подключаем к проекту. Дальше четко определяем и проговариваем с заказчиком, где, как и по каким правилам мы будем хранить проектные документы. Очевидно, что в почте их хранить будет совершенно иерархично, не структурировано, что-то может потеряться, поэтому обычно все-таки готовят такое центральное хранилище для того, чтобы в дальнейшем в нем содержать все проектные документы, как то проектные решения, документы спецификации, всевозможные сценарии тестирования. Поэтому в рамках текущей активности готовится это информационное хранилище, где будут содержаться документы, и заводится изначальная структура папок, которая преимущественно соответствует фазам проекта и ключевым задачам, таким как готовер, миграция данных и возможная интеграция. Теперь, так как у нас уже в среднем есть понимание по проектной команде, как минимум со стороны подрядчика, также есть и понимание, должно сформироваться понимание по основным действующим лицам со стороны заказчика, мы должны в них их контакты, как наши, так и их, то есть клиентские, внести в какое-то единое хранилище или единоадресную книгу, для того, чтобы можно было всегда обратиться и найти такие данные по участникам проекта, как телефон и адрес электронной почты, чтобы планировать всевозможные созвоны в Teams или в прочих чатах, и для того, чтобы иметь какую-то возможность для дальнейшей коммуникации. Кстати, именно здесь же также и обсуждаются, какие возможные технические средства, как то мессенджеры или прочие средства коммуникации, будут использоваться на проекте. Так как в среднем компании, которые внедряют корпоративные информационные системы, имеют в своем ландшафте уже существующие программные какие-то решения, также к ним необходимо запросить доступ или понять, каким образом этот доступ можно получить. То есть четко проговорить порядок запроса доступа к различным уже существующим информационным системам заказчика, потому что преимущественно какая-то интеграция или какие-то наработки все равно уже как-то в полуавтоматическом режиме ведутся на стороне заказчика. Здесь же мы запрашиваем доступ. Теперь на этапе подготовки формируются, помимо прочего, и документы или шаблоны последующих документов, которые нам потребуются. Ну, наверное, из самых критичных можно упомянуть шаблон функциональной спецификации, шаблон документа настройки и шаблон проектного решения. Конечно же, в проекте намного больше всевозможных остальных видов документа, как то сценария, тестирование, протоколы, настроек. Но, наверное, из таких ключевых, то есть ключевых, можно отнесить указанные три. Хотя все остальные также готовятся. Теперь мы с вами работаем в контексте теории корпоративных информационных систем, которая говорит о том, что любой последующий этап проекта внедрения, который выполняется, предварительно должен быть максимально детализирован и продуман. Поэтому на этапе подготовки детально прорабатывается концепция по управлению проектом. Концепция по управлению проектом, она в среднем базируется, если мы говорим о каскадной методологии внедрения, на основе PMBOOK, то есть свода знаний по управлению проектами. И в рамках фазы подготовки мы должны проработать вопросы по ведению единого трекера проекта, по обработке и, собственно говоря, пониманию реестра заинтересованных сторон и плана коммуникации с ними, а также формирование таких документов, как реестра рисков, реестра проблем и список открытых задач, с которыми мы будем в последующем работать. Теперь, для того, чтобы управлять ходом проекта, необходимо, конечно же, иметь возможность и докладывать о результатах проекта высшему руководству, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. Поэтому определяется реестр заинтересованных сторон или стейкхолдеров, кто будут являться потребителями информации о проекте, то есть о ходе выполнения проекта. Это будут те люди, которые смогут помочь, повлиять и при необходимости внести свой вклад в том случае, если возникают какие-то сложности в проекте. Допустим, кто-то словно отлынивает, кто-то сильно задерживает ответ и так далее. Это будет такой некий надзорный орган. Поэтому определяется состав этого надзорного органа, определяется ожидание каждого из участников, то есть что он ждет от проекта, что он ждет от вас, как от руководителя проекта, в контексте проекта внедрения. В итоге на основе выявленного списка заинтересованных сторон необходимо сформировать орган надзорный, который будет называться управляющим комитетом или стирко. По-разному можно его назвать. И для управляющего комитета необходимо четко продумать стратегию по коммуникации. То есть каким образом вы будете информировать заинтересованных сторон о ходе проекта. Преимущественно, если посмотреть на календарь коммуникации, можно, наверное, выделить такие три ключевые встречи, которые обычно проводятся для управляющего комитета. В первую очередь, это регулярные встречи по обсуждению хода проекта. Преимущественно один раз в месяц. Здесь срабатывает следующее правило. Чем короче проект, тем чаще нужно докладывать о ходе выполнения проектных задач. Это первая активность. Вторая активность. Обязательная встреча с управляющим комитетом по результатам завершения текущей фазы, для того, чтобы принять решение о том, что фаза закончена, и о том, что мы можем перейти на последующую фазу внедрения. Это вторая активность. И третья активность, это принятие решения о продуктивном запуске. Когда мы говорим, что выполнено критично для того, чтобы запуститься, все ли предпосылки реализованы для того, чтобы мы действительно могли войти в продуктив. Помимо прочего, могут быть запланированы какие-то отдельные информационные встречи, где вы выполняете обсуждение хода проекта, какие-то новости обсуждаете, может быть, какие-то новостные рассылки делаете. Тут уже на ваше усмотрение. Мы здесь с вами подчеркиваем те три важные встречи, которые обязательно должны быть. Значит, теперь нужно четко продумать на этом этапе в контексте теории корпоративных информационных систем и концепции по управлению проектами, как вы будете обрабатывать риски и проблемы на проекте. В классике PMBOOK выделяют три стратегии по реагированию на риски. Это исключение, снижение вероятности и передача третьему лицу. Для того, чтобы этот механизм заработал, необходимо выполнять качественный анализ рисков, то есть вести оценку каждого из рисков по двум параметрам. Это критичность и вероятность. Допустим, в шкале от 1 до 10. В том случае, если ранг риска, то есть произведение критичности на вероятность превосходит какое-то заданное величину, вы этот риск берете в работу. В противном случае, вы его фактически игнорируете, то есть с ним смиряетесь. Так вот, необходимо в рамках управления рисками определить тот ранг или то пороговое значение, после которого риск действительно попадает в анализ. И в зависимости от того, какого содержания риска, вы принимаете для него ту или иную стратегию по реагированию. Преимущественно, это стратегия митигации или понижения вероятности наступления риска. Но вы должны эту стратегию будете продумать и, скорее всего, вот для чего это здесь рассказывается, выносить на управляющий комитет и явно подсветить, что, ребята, у нас есть такой риск, мы как бы видим, что он там может повлиять на проект, поэтому наше корректирующее действие представляет в себе следующие шаги. Такие-то, 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 чтобы они понимали, что именно происходит на проекте, какие сложности возникают. Значит, теперь следующий параметр, который обрабатывается в контексте управления, концепции по управлению проектами, это интеграция. Интеграция всех параметров проекта. Поэтому здесь обычно строится в презентации такая графическая диаграмма хода проекта, ну, то есть план-график проекта, укрепленными шагами, и столбчатой вот этой вот стрелочкой показывается то место или то, та дата, где мы находимся, чтобы у людей сложилось понимание, что делается, что будет сделано в дальнейшем, ну и, собственно говоря, где мы находимся. И все это можно преобразовать в такой-то единый трекер проекта, который по разным фазам отслеживает необходимые для выполнения задачи и полноту их выполнения. Ну, допустим, обратите, на фазе анализа число подтвержденных требований бизнеса, допустим, количество изначально 10 ожидалось по договору, 7 проговорили, 3 еще не выполнено. И на основе вот такой вот оценки, значит, построения единого трекера проекта, мы можем контролировать ход проекта в целом. Значит, в итоге вот эта вот картинка, то есть не картинка, а табличка, она преобразуется в диаграмму, которая показывает вот следующую информацию. Обратите внимание. Суммарный объем задач, которые нужно выполнить по проекту, отставание, которое есть, фактический объем выполненных работ и плановый. Ну, вот мы видим то, что план минус отставание равно факт. То есть вот таким вот образом. Причем вот этот вот процент отставаний и плановых параметров выполнения задач мы с вами можем видеть по разным, значит, составляющим. Как то миграция, поддержка, переход. То есть вот по фазам или по тем группам задач, которые для вас критичны. Это позволяет в общем понять, где мы находимся. Ну, допустим, какой вывод можно сделать из текущей картинки? Отставание 16%. Это очень высокая величина на самом деле. Значит, для нас это сигнал к тому, что мы должны предложить на управляющем комитете какие-то корректирующие действия, чтобы эти отставания нагнать. В противном случае, скорее всего, дату запуска придется смещать. То есть вы не успеете в срок. Таким образом, мы вот на предыдущих слайдах проработали понимание того, как мы будем управлять и организовать проект внедрения. Значит, с точки зрения PMBOK. Теперь следующий вопрос, который нужно озвучить, который касается уровня управления процессов и приложений. Что здесь важно подчеркнуть? Дальнейший этап, с которым мы будем с вами работать, этап анализа, анализа требований. Поэтому мы уже на текущем этапе или на фазе подготовки должны максимально проработать понимание того, как фаза анализа будет реализовываться. То есть проработать концепцию анализа. Согласно теории корпоративных информационных систем. Значит, что значит проработать концепцию? Мы должны четко понять, какие задачи мы будем решать на последующей фазе. Какие шаги, какие документы, какие ответственности у нас будут использоваться. Для того, чтобы провести анализ требований, предлагается следующая концепция. То есть в первую очередь готовится предварительно или берется у заказчика или со стороны подрядчика Карта процессов, которая максимально подходит по отрасли клиента. То есть карта процессов представляет собой перечень процессов низких и высоких уровней, где описаны все операции, которые обычно выполняются на схожем предприятии. Почему карта процессов? Потому что карта процессов позволяет обсудить все процессы, которые предварительно могут быть в компании, а могут отсутствовать, для того, чтобы в последующем собрать для каждого из процессов требования. Требования со стороны заказчика. Собрать или уточнить. Потому что если мы работаем по классической схеме, нам на вход проекта изначально подавалось техническое задание, где требования уже должны были быть. Поэтому в рамках концепции анализа мы должны просто эти требования детализировать. Существует несколько способов детализации требований или сбора требований. Наиболее используемым способом является демонстрация системы. То есть воркшопы, где вы показываете либо какую-то демо-систему, где процесс уже настроен, какой-то стандартный, либо показываете скриншоты из работающей системы. В любом случае вам нужно какое-то основание для того, чтобы что-то продемонстрировать и получить ответы на вопросы, которые соотносятся со слайдами. Значит теперь, как обычно, какова последовательность дальнейших шагов с точки зрения анализа требований. Далее мы должны провести процедуру fit-gap-анализа, то есть определить область функциональных дефицитов и область функциональных покрытий. Ну, допустим, если у нас есть требование, которое покрывает стандартный функционал информационной системы, то вот это пересечение будет являться областью fit. То есть это то, что уже реализовано в стандартной системе, допустим, SAP или 1S или Oracle, и то, что не требует никакой доработки или донастройки. Если же у нас требование не покрыто в стандартном функционале, мы должны будем его дореализовать. Либо путем конфигурации, либо путем разработки. Так вот, основная сложность состоит в выявлении gap-области, потому что это трудозатраты на разработку дальнейшей системы. Значит теперь, для того, чтобы определить, то есть как только мы определяем вот эти вот gap-области, мы должны классифицировать вид разработки, который должны сделать. Для этого преимущественно используется RISO классификатор. Это сокращение от видов программ, которые доступны для реализации. R – репорт, то есть отчет. I – интерфейс. C – конвершн, или программа по преобразованию данных. E – энхансмент, расширение стандартного функционала. E – печатная форма. То есть, итого, каждое требование из gap-области мы должны проклассифицировать. Классификация требований согласно RISO классификации позволяет в последующем еще правильно подойти к вопросу по оценке плановых трудозатрат на этап проектирования, на этап реализации. Значит, все собранные требования, также проведение процедуры FIT-GAP-анализа ведется в едином хранилище требований, которое называется матрица отслеживания требований. Ну, условно говоря, таблица или Excel-файлик. Слева соотносится требование, которые были собраны. Дальше ставится индикатор FIT или GAP. Если индикатор GAP установлен, то обязательно для разработки указываются два параметра. Это сложность – средняя, низкая, высокая. И тип согласно RISO классификации. Ну, в данном случае R-отчет. Вот это вот единое хранилище всех требований в дальнейшем позволит понять, что уже реализовано, что не реализовано, что требуется дореализовать. Это самый критичный момент и самый важный с точки зрения определения объема выполняемых работ на проекте. Значит, теперь мы проработали концепцию по анализу требований. В дальнейшем эту концепцию на следующем этапе будем уже исполнять. Итого, концепция анализа требований будет заканчиваться подготовкой и актуализацией матрицы требований. Теперь переходим к следующему параметру, который характеризует проект на этапе подготовки – это технический уровень. Значит, в первую очередь мы с вами внедряем информационную систему или корпоративную информационную систему, так более масштабного характера. Значит, что нам нужно подготовить, уже начинать готовить – это технический ландшафт системы, который обычно включает в себя три уровня. Первый уровень – система разработки. Дальше – система контроля качества и продуктивная система. Плюс часто в проекте также участвует и песочница, то есть отдельно стоящая или взаимосвязанная система, которая позволяет проверить всевозможные гипотезы или сделать быстрые разработки для того, чтобы что-то перепроверить. Значит, и если ваша система песочница не связана с остальными системами первого, второго, третьего уровней, то, собственно говоря, вы эти разработки можете просто там оставить и дальше никуда не использовать. Система песочница или демо-база, которую вы можете также использовать в системе песочницы, позволяет, как я уже сказал, проверить гипотезы, насколько наше предположение там условно сработает. В частности, на этапе анализа требований, на этапе проектирования. Значит, теперь, как я уже сказал, три указанные уровня, в том числе песочницу, можно начинать готовить уже прямо сейчас физически. Значит, здесь же также важно подчеркнуть то, что в дальнейшем, когда мы с вами будем проводить процедуру тестирования, нужно определить, в каких системах мы с вами будем тестироваться. Ну вот обычно выделяют отдельную подсистему для проведения системного теста, для проведения интеграционного теста, приемочного теста. Отдельную подсистему выделяют для проведения нефункциональных видов испытаний, в частности, регрессионного тестирования и нагрузочного. Вот это уже нужно сразу начинать продумывать, потому что любая новая система, которая будет входить в ландшафт трех уровней, должна готовиться заблаговременно. Значит, теперь следуем теории корпоративных информационных систем и прорабатываем следующую концепцию, которая нам потребуется. Концепция технического перехода. Или технический каторер, как его называют. Технический каторер – это программная подготовка среды, которая нам, собственно говоря, потребуется. Если на предыдущих слайдах мы с вами посмотрели технический ландшафт системы, то есть условно «железо» в кавычках, то здесь мы смотрим уже программное содержание вот этого технического ландшафта. Технический каторер подразумевает собой череду тестовых итераций, в рамках которой мы эмулируем подготовку программной системы. Что из себя будет представлять подготовка программной системы? Это выполнение всех необходимых шагов, которые позволят сказать, что действительно программа готова для продуктивного запуска. И таких тестовых итераций мы с вами будем проводить ровно столько в классике, сколько видов испытаний у нас присутствует. Обратите внимание, допустим, функциональный модуль или системное тестирование. Проводится первый технический переход. В чем будет состоять содержание первого технического перехода? Подготовка плана технического каторера, в который будут включены все шаги, которые нужно выполнить, чтобы система была работоспособна с программной точки зрения. Дальше интеграционное тестирование, тестовый переход номер 2 и приемочное тестирование, тестовый переход номер 3. В последующем будет уже продуктивный технический переход. Обратите внимание, для того, чтобы вы поняли содержание тестовых и продуктивного технического перехода, какой состав работ обычно описывается в плане перехода. Вот обратите внимание, первый технический переход. Описывается, какие программы необходимо перенести в ту или иную среду, какие настройки необходимо вот так же перенести, то есть программы настройки, если потребуется, потому что программы настройки носятся автоматизированно в ландшафтной системе. Дальше, какие ручные операции и настройки придется выполнить в том ландшафте, куда были перенесены программы, потому что какие-то настройки нужно сделать обязательно вручную. Дальше, фоновые задачи, какие должны быть запущены в ландшафте, и какие роли и полномочия должны быть присвоены пользователям. И вот обратите внимание, в рамках первого технического перехода обычно выполняется только первые три шага. В рамках второго технического перехода первые три плюс, возможно, последние два. И в рамках третьего технического перехода, необходимого для приемочного теста, выполняются все шаги подготовки. Вот этот технический переход, он позволяет детализировать весь список задач, которые нужно выполнить, чтобы сказать однозначно, что программная среда готова для продуктивного запуска. И эта трата повторяется неоднократно. Теперь давайте суммируем, какие же основные результаты мы получаем на фазе подготовки. В первую очередь обратите внимание на картинку слева. Уже на этапе подготовки мы на самом деле на входе имеем большое количество информации, которая нам достается по результатам проработки коммерческого предложения и заключенного контракта на внедрение информационной системы с заказчиком. То есть идеальная картинка мира. Вы на вход этапа подготовки должны уже получить первое, матрицу требований с индикацией FinGAP, дальше ресурсный план, план график проекта, концепция реализации проекта и устав проекта. То есть это те подготовительные документы слева, которые использовались для заключения договора и оценки договора на внедрение, который был подписан заказчиком. Их вы берете и максимально используете в своем проекте. В частности, матрица требований изначально давала понимание по содержанию проекта. Ресурсный план давал понимание по структуре команды проектной. План график, это значит идентификация сроков выполнения задач. Последние два пункта, концепция и устав, позволяют определить ту стратегию, по которой вы планировали реализовывать проект. С точки зрения миграции, тестирования, анализа, проектирования, разработки и так далее. Теперь, что вы получаете по результатам выполнения фазы подготовки, значит, те документы, которые представлены справа. Это шаблоны документов, ну в частности, как мы сказали, проектного решения, функциональные спецификации и протокол настроек или документы настроек. Дальше, реестры рисков, реестр проблем и задач. Реестр рисков, собственно говоря, неблагоприятная ситуация, которая может возникнуть в будущем. Значит, реестр проблем, это вопросы для эскалации на управляющий комитет и список открытых задач для того, чтобы иметь центральное хранилище для списка всех активностей, которые вы от кого-то ждете, допустим, от бизнеса или от нас. Список участников проекта или адресной книжки. Дальше, детализированный план график на фазу анализа. То есть мы, в общем, изначально на входе имеем вот этот укрупненный план график проекта. На каждом этапе мы должны детализировать максимально все даты, сроки и прочее для каждого последующего этапа. Ну, в частности, следующий этап у нас этап анализа. Дальше, здесь же формируем единый трекер проекта для того, чтобы отслеживать, что, когда мы должны выполнить, какой процент выполнения или неисполнение. А также детализируясь, то есть максимально прорабатываем концепции. Концепция управления проектом, концепция анализа, концепция технического перехода. Здесь мы с вами что делаем? Мы максимально детализируем понимание того, как будут выполняться ключевые задачи на проекте. В принципе, вот концепции можно в последующем, значит, приложить и детализировать и доложить на управляющем комитете, чтобы получить формальное подтверждение о том, как вы будете реализовать последующие фазы. Если у кого-то будут возникать последующие вопросы, вы можете всегда сослаться, что эти концепты согласованы на управляющем комитете. Ну, если вы там с чем-то не согласны, есть какие-то вопросы, то давайте выносить, обсуждать, это наука.